Доброе утро, коллеги! С вами Исааков Роман и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар индексов на предстоящий день. Пятница, 3 ноября. Напоминаю, что это первая пятница месяца. Соответственно, сегодня выходят данные по количеству вновь созданных рабочих мест несельского хозяйства, non-farm payrolls, и мы также будем комментировать данную новость онлайн. Под описанием к этому видео вы можете найти ссылку на онлайн-трансляцию, которую будет вести Фредерик Даниэль и 15.30 по Москве. Обязательно к ней подключайтесь. Ну а начнем наш обзор, как всегда, с пары евро-доллар. На текущий момент тенденция краткосрочная сохраняется на укрепление. Вчера смогли преодолеть максимальные значения 1 ноября. И пока торгуемся выше минимальных значений 1 и 2 ноября, а именно выше области 1.16.13, тенденция на укрепление в рамках часового таймфрейма остается в приоритете. Уход ниже данного уровня возвращает нас уже непосредственно к продажам. Ближайшие цели по восходящему движению – это закрепиться выше отметки 1.16.86. Пара британский фунт и американский доллар вернулась в тенденции нисходящей. Вчера были важные новости, которые повлияли на курс британского фунта. Вчера мы видели преодоление минимальных значений 1 ноября, закрепили за этим уровнем и дальше уже пошли по тому сценарию, который был отмечен ранее. На текущий момент тенденция нисходящая сохраняется. Ближайшие цели – это закрепиться ниже минимальных значений в области 1.30.44 и далее двинуться уже на 1.27.86. Возврат к покупкам будет актуален после преодоления максимальных значений, которые были зафиксированы вчера в области 1.32.95. Пара американский доллар и японская иена продолжают свое восходящее движение. На текущий момент ближайшие цели – это закрепиться выше отметки 114.21. Ну а возврат к продажам будет актуален после обновления минимальных значений, которые мы видели вчера в области 1.13.53. На текущий момент тенденция на укрепление остается в приоритете. Пара американский доллар и канадский доллар вчера смогла закрепиться ниже минимальных значений 1 ноября. На текущий момент в рамках часового таймфрейма тенденция остается в приоритете на ослабление. и ближайший разворотный уровень располагается на максимальных значениях, которые мы видели вчера в области 1.2878 и более важный уровень на 1.2915. Ближайшая цель по нисходящему движению это закрепиться ниже отметки 1.2801, минимум, который был зафиксирован вчера. Пара австралийский доллар, американский доллар вчера также смогла преодолеть максимальные значения 1 ноября, закрепиться за этим уровнем и обновили максимум на этой торговой неделе. Пока торгуемся выше минимальных значений в области 76.38, тенденция остается на укрепление в рамках часового таймфрейма в приоритете. Возврат к продажам, первые попытки уже начать торговаться снижением, это закрепление ниже минимальных значений вчерашней торговой сессии в области 76.72. Следующий уровень, это отметка 76.41, является более важным на текущий момент. Пара еврофунт, также вчера мы видели преодоление максимальных значений 1 ноября, закрепили за этим уровнем, ну и дальше уже новости. Вытолкнули данную пару вверх до максимальных значений в области 89.37. На текущий момент тенденция на укрепление в рамках часового таймфрейма остается в приоритете. Ближайшие цели это закрепиться выше 89.43 и далее 89.70. Возврат к продажам будет актуален после преодоления минимальных значений, которые мы видели вчера, это область 87.61. По золоту вчера мы видели обновление локального максимума, продолжаются попытки возобновления роста по данному активу. И ближайшая цель по восходящему движению это закрепиться выше отметки 1284 доллара за тройскую унцию и далее пойти уже на 1305. Возврат к продаже может произойти после обновления минимальных значений, которые мы видели вчера в области 1273 доллара за тройскую унцию. Нефть марки Brent пока все еще остается в восходящем тренде. Для подтверждения начала нисходящего нам необходимо увидеть нефть ниже отметки 60.35, то есть закрепиться за данным уровнем. И тогда уже мы можем говорить о возврате к продажам, по крайней мере в рамках часового таймфрейма по данному активу. Ближайшие цели по восходящему движению это закрепиться выше максимальных значений в области 61.17 и далее уже пойти на 62.03. По индексу DAX тенденции на укрепление сохраняются. Каждый день практически мы увидим обновление исторических максимумов, точно так же как и по биткоину. Поэтому на текущем цели по восходящему движению уже это область 13500 и выше. Ну а начало коррекции мы можем увидеть после преодоления минимальных значений, которые мы видели вчера в области 13404. Ну и рассмотрим биткоин к американскому доллару. На текущем это мы видим продолжение восходящего движения. Торгуемся уже в области 7300. Обновляем вновь исторические максимумы и пока ничего не говорит нам о остановках данного роста. Ближайший разворотный уровень, ближайший коррекционный уровень располагается на минимальных значениях, которые были вчера. Фактически из которых открылся вчерашний день, это область 6586. Пока торгуемся выше данного уровня, биткоин продолжает свой рост. Итак, коллеги, всем спасибо за внимание. С вами был Исаков Роман. Как всегда напоминаю, ваши вопросы можете писать под этим видео. Если вам оно понравилось и было полезным, то ставьте лайк. И увидимся уже на следующей неделе. Всем спасибо и до свидания.